здравствуйте на библейском портале экзогет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня у нас следующий вопрос для чего господь даровал нам свободу когда все беды от нее ну у общем понятный вопрос и некоторые люди в общем даже не обязательно верующие не обязательно религиозные этот вопрос себе задают и неправильно не его отвечая собственно пытаются перестать жить помните замечательную песню если у вас нет собаки ее не отравит сосед и с другом не будет драки если у вас друга нет если у вас нету тети то вам ее не потерять если вы не живете то вам и не умирать вот свобода относится к величайшим даром который господь дал человеку и при этом как любой дар он опасен в своем применении вообще жить опасно бедой вообще как я уже сказал того что мы живем но при этом собственно людьми мы становимся тогда когда мы становимся свободными не случайно многие толкователи именно свободу человека относят к образу божию кроме свободы там есть еще допустим творчество способность любить и некоторые другие качества но свобода это базовая характеристика который наделен только человек и ангелы никакие больше существа этой свободы не наделены но настоящий истинной абсолютной свободой обладает только господь бог совсем недавно одна моя молодая знакомая которую я знаю с детства написал примерно следующее мне кажется у себя в социальных сетях мне кажется что я почти цитирую близко к тексту что мы первое поколение которое выбирает свободу мы можем купить себе новые сапоги не потому что старые протекают а просто потому что они нам нравятся мы можем уйти из театра до антракта если нам не нравится спектакль мы можем позволить себе поехать и жить там где нам хочется мы можем общаться с теми людьми с которыми нам хочется они с которыми нам предписано ну и множество комментариев да здорово какие мы сейчас свободные на самом деле это самая простая и самая первая свобода свобода делать то что тебе нравится в общем это красиво и приятно когда у тебя есть возможность так поступать например у тебя есть деньги вот и такую простую свободу дарит действительно материальное благосостояние ты можешь выкинуть или не выкинуть тебя убрать на полочку или подарить кому-нибудь если ты христианин свои старые сапоги беженцу передать а себе купить новые просто потому что они тебе больше нравится но на самом деле вот я думаю любой человек чувствует какой-то подвох в этом что какая-то это не совсем та свобода который бы нам по-настоящему хотелось потому что это свобода от так называемая свобода от необходимости но это конечно эта свобода все равно и всегда для человека ограничена она ограничена временем пространством здоровьем ну и много чем еще для человека христианина эта свобода конечно ограничена еще и представлениями о совести о должном боге в конце концов есть приличия вот которые тоже как-то ограничивают нашу свободу люди находящиеся вокруг нас несомненно ограничивают нашу свободу если мы нравственные хотя бы немножко вот в базовых таких общечеловеческих представлениях мы это понимаем что свобода моего кулака заканчивается там где начинается чужое лицо например есть такая старая шутка я помню еще со студенческих времен вот поэтому мы как-то приноравливаемся и стараемся вести себя в соответствии с тем кто находится рядом с нами но все-таки не эту свободу даровал нам господь и не для этого он даровал нам свободу создавая нас по своему образу и по подобию господь заповедовал нам стремится к нему любить его и любить ближних и вот эта свобода любить или не любить она вообще возможно только когда есть сама свобода простите за тавтологию любить по-настоящему может только свободный человек и поэтому например не случайно постоянные споры между кошат никами и собачниками вот даже среди моих детей есть люди которые собаку которые живут нашей семье замечательной любящие преданная собака не очень любит ну смысле саму ее любит но это же рабская свобода она не выбирает мы взяли ее щенком и поэтому вот так предан пёс ну и действительно в общем собака особенно не выбирает хотя я не считаю ее любовь какой-то недостаточной но вот человек призван не не к такой любви человек призван к любви в которой есть выбор только такая любовь по-настоящему ценная только та любовь которая способна пройти через осознанную жертву собака тоже способна на жертву но это жертвенность в собаке действительно некоторым образом генетически запрограммирована и мы знаем что некоторые породы знаете иногда порода собак оценивают по их охранным качеством по жертвенности по преданности хозяину там по уму и так далее это вот в пароде генетически зашито люди тоже некоторые более склонны к каким-то качеством некоторые менее склонны к каким-то качеством как положительным так и отрицательным но в том то 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 это и делает нас людьми что мы должны возвыситься над этой нашей предопределенностью и свободным образом выбрать бога даже в той ситуации когда нам хочется на бугар оптать когда нам хочется сказать что господи как же ты вот все это допустил когда мы не чувствуем свою жизнь любовь божию когда вслед за господом нашим иисусом христом на кресте висящем нам хочется сказать боже мой боже мой почему ты меня оставил господь наш иисус христос показал удивительный пример этой свободы когда сказал петру неужели ты думаешь что я не могу умолить отца моего он пришлет 12 легионов ангелов чтобы избавить меня даже в состоянии богооставленности оставленности отцом иисус не оставляет в своей свободе не оставляет своей преданности своей любви и своей надежды на небесного отца и мы призваны в этом ему подражать простите что я так долго и пространно отвечаю на казалось бы такой простой вопрос для чего господь даровал нам свободу господь даровал нам свободу можно было сразу вот так коротко ответить и на этом закончить собственно весь мой ответ господь даровал нам свободу чтобы мы свободно его любили а те беды которые происходят от этой свободы те проблемы которые происходят от нашего неверного выбора он принял на себя все последствия наших неверных выборов а неверный выбор и есть грех он принял на себя и понес их на себе принеся себя самого в жертву на кресте и поэтому вот эти пронзительные слова о свободе и правильном выборе которые я сегодня вам приводил они как раз относятся в большей степени гифсимании и кресту воскреснув из мертвых он даровал воскресенье каждому из нас и мы свободны присоединиться к нему в этом воскресенье в его любви и свободе внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео